Ну, то есть, еще раз повторяю вновь и вновь, что главная проблема человека в современной жизни — это проблема того, что он расходуется больше, чем наполняется. Ну, то есть, большинство людей не понимают важности наполнения. Они думают, наполнение — это только сон и еда. У них больше нет никакого наполнения. Они знают, что надо есть и спать. Почему? Потому что эти два типа наполнения, они очень жестко о себе дают знать. Если ты не поел, не поспал — сразу жесть. Ну, то есть, организм реагирует очень жестко на это. Но есть еще один вид наполнения — психическое наполнение. Организм часто не может конкретно человеку ничего сказать об этом. То есть, человек чувствует, что он имеет плохое настроение, у него депрессия там какая-то или еще что-то. И он думает, что это от жизни, начинает думать, что это от близких, от кого-то, кто-то виноват в этом во всем. На самом деле, это все просто от неправильного образа жизни. Вот сейчас, допустим, на втором ряду, вот женщина в очках, да, вот так вот вы поправили, у вас сильное напряжение внутри. Да? Это от неправильного образа жизни. Не потому, что все плохие вокруг там и так далее. Просто у вас идет плохой период, и вы истощаетесь от него. А надо в это время больше двигаться, больше молитвы, больше добрых отношений, понимаете? Надо на это выделять время, иначе можно сгореть просто. Может сорваться психика и начаться какое-нибудь заболевание. Я просто вам конкретно об этом говорю всем, потому что это общая тенденция. То есть надо, и переключение всегда означает волевое усилие. Причем интересно знать, что волевое усилие у женщины и у мужчины по-разному возникает. У женщины волевое усилие возникает из любви. Поэтому женщины всегда должны друг друга теребить. Пойдем прогуляемся. Ты сегодня молитву читала или нет? То есть нужны отношения. Женщины должны через отношения вдохновлять друг друга, и вдохновляя друг друга, вдохновлять себя также на то, чтобы менять свою жизнь. Если женщина хочет одна, без сообщества женщин это сделать, это просто невозможно. Пока она вдохновлена лекциями, она это будет делать, потом как-то она немножко уйдет с заботой и все. Потому что волевой импульс у женщины очень слабый, очень слабый по природе. Но зато у женщины очень сильный вдохновляющий импульс. Женщина очень сильно может вдохновляться по природе от другой женщины, не от мужчины, не от мужа. Потому что если муж что-то заставляет делать, для женщины это насилие. Она может это сделать, но она от этого устает, истощается. Но если же подружка говорит, пойдем, помолимся или еще что-то сделаем, она это чувствует как радость и счастье. Потому что женщина наполняется от женщин, мужчина наполняется от мужчин. Запомнили? Вот допустим, если жена по телефону болтает, муж должен разрешать, потому что она наполняется. Если она будет все время расходоваться, то она таким образом значит будет страдать. Главное, чтобы подружка не гасила ее, не пугала, не сплетничала, что-то доброе, хорошее говорила. Еще лучше женщинам вместе, допустим, ходить на зарядку, желать всем счастья, молиться и так далее. Можно об этом просто сообщение писать друг другу. Я сегодня сделала вот это. Найти себе надо такую подружку, с которой вот так переписывается. Тогда так женщина контролирует свою судьбу. Она не может сама себя заставлять долго. Это быстро закончится. Но заставить себя отчитываться перед кем-то, писать, что у меня вот так все нормально, или у меня все ненормально, это надо делать обязательно. Потому что если женщина этого не делает, гарантии нет, что она сможет победить свою судьбу. Сегодня занимается собой, завтра не занимается. Вот так все будет меняться. У мужчины все по-другому. Мужчина должен исследовать себя. Ну то есть мужчина, если он понял глубоко в сердце, понял, что ему это надо делать, то он начнет делать. Но понять глубоко в сердце мужчине очень сложно, потому что психика у мужчины не теоретическая. Вот допустим, мужчина слушает лекцию мою, допустим, он, слушая лекцию, никогда не почувствует сразу, что это правда, что это ему нужно. Он может почувствовать, что это интересно так все. Может начать уважать лектора, допустим. Но чтобы мужчине увидеть, что это реально работает, что это правда, ему нужно экспериментировать над собой. То есть ему нужно начинать это делать. И чаще всего это возникает, когда у мужчины появляется какая-то сильная проблема в жизни. Ну то есть если он чувствует, что он уже не может жить как раньше, он начинает что-то делать. И если он правильное что-то делает, у него закрепляется опыт внутренний. И этот опыт дальше мужчину толкает делать дальше, дальше, дальше. Но все равно взаимодействие с другими мужчинами нужно. Только оно совсем другое, не как у женщин. Допустим, если мужчине скажет, слушай, давай завтра встанем пораньше, побегаем. То скажет, давай. И оба не встанут. Почему? Потому что такая беседа мужчину расслабляет. Она не стимулирует его к действию. Женщина, наоборот, от доброты она стимулируется к действию. У ней появляется желание это все делать, потому что она чувствует любовь. Но мужчина, он совсем по-другому устроен. Вот если мужчина друг другу звонит, говорит, я каждый день бегаю. Тот говорит, ну ладно, хорошо. Вот. И у меня лучше стало со здоровьем. А тот скажет, молодец, отлично. И тот скажет, ну а у тебя лучше не стало со здоровьем. Тот скажет, почему не стало. Ну потому что ты не бегаешь. А че я не бегаю? Ты не бегаешь че? Потому что ты слабак. Вот. Ну или что-то так, вроде этого. Ну допустим, надо немножечко мужчину, ну так, чуть-чуть подколоть. Можно по шутку это делать. В зависимости от отношений. Или ты завтра побежишь или не побежишь? Вот так вот спросить допустим. Он скажет, побегу че? Ну то есть, понимаете? Ну то есть, мужчину мужчину должен как-то подзадоривать. Иначе ничего не получится. Но все равно надо знать, что один в поле не воин. Как бы одному человеку очень трудно побеждать судьбу. Поэтому видите, вы пришли на лекцию. И после лекции, допустим, вот поднимите руку, кто из вас полгода назад ко мне приходил. И все равно ничего как-то не получилось. Все зашорилось. Значит, получится в следующий раз. Ну то есть, вы не так слишком глубоко прониклись. Ну то есть, а если поднимите руку, у кого получилось и начала жизнь меняться. Вот видите, как хорошо. То есть, идет процесс. У кого-то получилось, у кого-то получилось, потом опять слетели. Почему? Потому что нет правильного мышления. Запомните, человек побеждает судьбу только с помощью отношений. Как это действует, мы даже представить себе не можем. У нас нет представления, это очень тонкое воздействие на человека. Допустим, вы приходите туда, где вас вдохновляет что-то сделать. И вы тогда это делаете. Вот почему люди, допустим, ходят на кружок йоги, допустим. Может человек вообще эту йогу очень хорошо знать. Но он все равно ходит на кружок, потому что там его заставляют ее делать. Это очень важный, понимаете, принципиально важный момент. Или, допустим, человек записывается в клуб любителей бега. Там даже открывают клуб любителей бега по доктору Тарсынову. Даже такие есть клубы у нас уже в некоторых городах. И они как бы вдохновляют. Ты в клуб записался, а сам что-то не чешешься. Ну, как бы человек, ну да-да-да, что-то я забегался не там, где надо. Итак, вчера я вам говорил о том, что надо наполняться. А сегодня я вам говорю, как надо себя заставить. То есть я вам говорю специфику мужчины и женщины. Мужчина должен все очень глубоко прочувствовать, понять, прежде чем начать делать. Женщина же очень быстро понимает все. Она чувствует все очень сильно и быстро. У нее сердце очень сильно заточено на истину. Но заставить себя самой сделать что-то, ей очень трудно. Мужчине легко заставить себя что-то сделать, но понять, что это нужно ему, ему непросто. Понимаете, в этом и заключается разница. И поэтому мужчина понимает все с помощью практики. Он начинает экспериментировать над собой. И потом начинает видеть, что работает. Тогда он уже этим будет заниматься всю жизнь. Женщине понять несложно. Она чувствует истину сердцем. Но ей сложно себя заставить это делать. В этом проблема. Усвоили, да, тему? То, что я хотел вчера сказать, но, видно, не успел или забыл. Сегодня я хочу сказать еще на эту тему. То есть сегодня мы будем говорить также об отношениях, об одиночестве в большом городе и так далее. Но я сейчас перед этим хотел бы еще вам какие-то важные моменты сказать, которые вы должны знать. Первый важный момент – это то, что все дети в большом городе больше или меньше напряжены. Это значит, что больше или меньше они все страдают тем, что у них плохо усваивается материал, им тяжело развиваться. То есть причина этого состояния у детей заключается в том, что дети быстро растут, им нужно много энергии. А живем мы где? В каменных домах. И энергии там никакой нет. Поэтому, ну понимаете, поэтому ребенок нуждается больше, чем все остальные в движении. И вся система современного образования, потому что я не так рос. Вот когда я развивался, был маленьким, то у нас много в школе было физкультуры. Меня еще водили в кружок самбо сначала, потом бальными танцами занимался. То есть постоянно движения хватало и хватало природы. Понимаете, ну сейчас дети очень сильно зашорены там на математике, там программировании и так далее. Ну то есть на таких науках, которые требуют очень сильный расход, а движения не хватает, потому что дети в основном сидят все в этих, в игровых, так сказать, играют, двигаются за них там эти солдатики в компьютере или в телефоне. Понимаете, вот эта особенность современного детей, и они все поэтому истощены, и поэтому они, это истощение приводит к напряжению, и поэтому у кого-то напряжение идет в тело, и поэтому тело зажато, а у кого-то напряжение идет в психику, и поэтому речь страдает, развитие речи страдает, развитие мышления у детей. Не надо думать, что если речь страдает, надо развивать речь. Речь страдает или мышление, потому что не хватает энергии природы. Организм сам знает, что ему надо развивать. Надо его просто наполнить силой. Не надо думать, ну как бы, не надо думать, что ты что-то можешь выжить из того, ну то есть, если ребенок не может думать, значит, у него не хватает на это силы, а не то, что надо его заставить больше думать. Понимаете, мыслить именно так надо. Ну то есть, в целом, вывод такой, особенно здесь, в южном городе, больше контакта с водой у детей, больше контакта с землей, больше движения. Это принцип, общий принцип. И также для детей нужно больше сырой пищи, больше яблок там, всяких фруктов. Ну то есть, больше, часто люди думают, это пища, это не еда, они говорят, допустим, фрукты — это не еда, салаты — не еда, то есть мясо — еда только. Понимаете, мясо энергии не дает человеку. Энергию дают яблоки, дают фрукты, дают овощи. Особенно, особенно, если жаркая климат, да, то энергию дают какие? Охлаждающие, допустим, охлаждающие овощи — это тыква, кабачки, дальше огурцы. Вся зелень охлаждает. Фрукты такие не цитрусовые, яблоки, груши, бананы там, финики. Ну то есть, они не нагревают человека, понимаете, нагревают цитрусовый. Поэтому в жаркую погоду цитрусовую не нужно есть, а потом, когда холодно будет, можно уже их есть побольше. То есть, детям нужна энергия. Энергия берется от фруктов и овощей. Понимаете? Но если говорить о мышлении, то есть и о росте, то на рост и на мышление ребенок берет силы от сладкого и от зернового, и от молочного. Ну то есть, поэтому люди все любят зерно, то есть, им нужно какие-нибудь там печенюшки постоянно, сладкие именно, сладкие. И им нужно что-то молочное, сладкое тоже. Понимаете, не надо сильно ребенка в этом ограничивать. Ну то есть, не думайте, что это плохая пища. То есть, ребенок, когда растет ребенок, ему нужно сладкое, зерновое и молочное. Запомнили? А для того, чтобы он соображал лучше, ему нужны фрукты и овощи. Но овощи именно сырые и фрукты, поэтому он любит сырое есть. Если вы ему вареное что-то предлагаете, он не хочет, он хочет сырое есть, потому что ему не хватает праны или психической энергии, для того, чтобы думать, соображать. Поняли, да? И это все должно быть сладким. Потому что сладкая пища, она дает рост, развитие ребенка. Но даже если вы будете кормить правильно, и не будет ребенок достаточно двигаться, он все равно у вас не будет развитым и разумным. Примерно то же самое, как вы увидите в мире животных, допустим. Какой-нибудь олененок, допустим, мало двигается, значит, он умрет. Все знают, что если он бегает мало, лежит в основном, значит, погибнет. Так? Вот точно так же ребенок. Если видите, он гиподинамичный, подвижный, раскачиваете его, заставляете его двигаться. И это делайте вместе с ним, иначе ребенок ваш не будет развиваться. Нет движения, нет жизни. Даже вплоть до того, если какой-то ваш знакомый уже не хочет из дома выходить, год-два там, допустим, все это значит, скоро помрет. От чего не важно. Просто он, ну, изнашивает себя, истощает. Это на раздачу, да? На раздачу еще другого. А это для чего? Для красоты, да? Кидать? Кто сказал? Кто сказал, будете кидать? Ловите тогда. Дайте ему, он почти поймал. Отдайте назад. Ладно, 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 хорошо. Спасибо, вы добрый, я знаю. Я очень люблю Восток. Хорошо. Итак, вы меня слушаете внимательно, да? Я вам важные очень вещи говорю. Это конкретно вас всех касается. Это не касается просто кого-то. Теперь еще одна вещь. Если вы чувствуете, что у вас постоянно першит нос, или слезятся глаза, или вы чувствуете, что вы, когда спите, вы сильно потеете, как бы, и не можете от этого избавиться. У вас, допустим, одышка, чуть-чуть задыхаетесь. Или вы чувствуете, что у вас начала как-то побаливать голова и слабость какая-то постоянно. Или вдруг ни с того ни с сего, целую неделю, как бы, понос. Это все означает, что в вашем организме есть хроническая вирусная инфекция. И это тоже бич больших городов, потому что вирус передается просто воздушно-капельным путем. И лечиться это очень просто, мои дорогие друзья. Очень просто, поверьте мне. Запишите себе перечень веществ, которые лечат вирусную инфекцию. И всегда употребляйте это в пищу. И вы будете спасены. Потому что вирусная инфекция часто убивает людей незаметно. То есть они даже не знают, кто-то заболел пневмонией и умер. Он просто уже год вирус сидел в организме, понимаете. И потом его добил просто. Первое это иголки сосны. Иголки сосны. Надо просто одну-две иголки всегда заваривать себе воду и пить вместо воды. Ну то есть вот вы воду пьете, допустим у вас кулер стоит, налейте туда, там возьмите иголок 10 и заварите, и налейте туда, допустим, стакан вот этого отвара в кулер. Чувствоваться почти не будет. Будет, ну на 10 литров, там стакан. Почти не будет, чуть-чуть будет запах хвои, но будет гарантия, что вы не заболеете вирусной инфекцией. Иголки-елки также действуют. Также действует свежий имбирь. Свежий имбирь. Также действует желтая горчица. Белый перец. Белый перец это черный перец, недозрелый. Но он продается в супермаркетах как белый перец. Душистый перец это совсем другое. Это крупные такие горошки, эта специя сильно снижает давление. Она нужна для гипертоника. А я вам говорю сейчас, то что убивает вирус, это белый перец. Он белого цвета. В супермаркетах он не в обычной продаже не продается. Это редкий перец, но это как черный, только недозрелый. Вот как есть зеленые яблоки, так белый перец это недозрелый черный перец. Вот эти все продукты нужно добавлять в пищу постоянно, каждый день. Потому что каждый из них лечит какие-то особенные, разные вирусы. Ну то есть елка свои вирусы, сосна свои, имбирь свои. Ну может быть несколько компонентов лечить один тот же вирус. Но если вы этого не будете делать, то опасность заболеть очень высокая. Вот допустим вот на раз, два, три, четыре. Вот на пятом ряду вот такой белый, как вот женщина сидит, белый, белый такой как. Вы да, у вас сейчас прямо вирус в организме. Насморк есть немножко? Нос перчит? Да, глаза перчат, чуть-чуть в глаза. Есть. Вот. И таких вас здесь полно. Понимаете, я просто так между делом взял. А? Вот вам поможет конкретно имбирь. Вот этот вирус будет лечить имбирь. Вам поможет белый перец и желтая горчица. Вот конкретно, вот на этот вирус. Понимаете, на каждый вирус что-то свое. Также вся хвоя вообще лечит вирус. Можно иголки можжевельника также заваривать. Можно заваривать иголки пихты, если есть такая возможность. Или кедра. Ну то есть любое хвойное. Но мой опыт показывает, что сосна больше всего, больше, более широким спектром обладает лечение вирусных инфекций. Сосна и имбирь из всех этих компонентов. Ну как бы горчица еще чем хороша, она лечит также стафилококк и стриптококк. Это когда дети сладким увлекаются, а у них, допустим, от движения мало. Если сладость не переваривается, то она остается в крови. И это нравится стафилококку и стриптококку. Они любят сладкую кровь. И поэтому начинаются гнойничковые процессы, ангины у детей. Ангины хорошо лечатся с помощью елки, с помощью специи есть такая куркума. Это индийская специя, найдите ее порошок куркумы, елка, а также календула и ромашка. Вот если у вас ребенок склонен к ангине, то это значит, что его надо постоянно поить вот этими всеми делами. Ну то есть добавлять в гомеопатических размерах воду, чтобы он даже не чувствовал этого. Ну то есть понемножку добавлять. Чтобы ребенок пил не просто воду, а вот или с куркумой, с желтой горчицей. Чуть-чуть, чтобы даже не было сильного вкуса. И тогда стафилококк и стриптококк не будут в организме размножаться. Желтая горчица, это когда вы горчичники делаете, когда вы едите горчицу с уксусом, это все желтая горчица. Потому что есть еще черная горчица, но она здесь... А? Какая еще есть? Желтая. Она желтая или черная? Желтая значит подойдет. Если желтая подойдет, если черная не подойдет. Черная горчица, она выращивается в Индии, в Пакистане. Из нее делают масло черная горчица. Но она не подходит для этих целей. Хорошо. Усвоили, да? Я вам сейчас сказал очень важные вещи. Если ваш ребенок недоразвит, то есть у него, если он плохо соображает, знайте это, на 100% он напряжен, перенапряжен. Что снимает напряжение? Сильно снимает вода. Сразу отдавайте в плавание. Ну то есть это 100% поможет. Сильно снимает напряжение толстые деревья какие-то, допустим, в парке сажать ребенка, чтобы он игрался под толстым деревом. Сильно снимает напряжение. Крупные животные, допустим, особенно женского пола, особенно кормящие. Коровы, козы, какие-нибудь лошади. Ну то есть если ребенок возится с такими животными, он тоже сильно его расслабляет. Поэтому как бы, ну как бы, знаете, некоторые врачи, они фишку в этом рубят, потому что, допустим, корову, ее не продашь, да, задорого, а дельфина можно. Поэтому есть лечение дельфинами. Это тоже просто крупное млекопитающее животное. И как бы доступ ограничен, потому что живет в воде животное, да. И поэтому за большие деньги вот дельфины лечат, а коровы нет. Это бред. И коровы также расслабляют ребенка так же, как дельфины. Ну то есть вот это вот лечит. Теперь массаж. Массаж тоже лечит и длительное движение. Ну то есть если ребенок в секцию какую-то спортивную записан, который плохо думает, плохо соображает, он будет соображать намного лучше, поверьте мне. Потому что ему не хватает просто движения. Ему надо бегать, прыгать там, бороться, что-то делать. Девочке, естественно, нужно. И еще, если вы хотите развить ребенка, хорошо развить, сильно, знайте, всегда мужчина развивается только через движение. Волевой импульс у мужчины или мужественность его развивается только через движение. Поэтому мужчине не математика, не физика нужна в детстве. Ему нужна секция активная, чтобы он бегал, прыгал. Вот если мужчина хорошо набегал в детстве, он потом будет очень сильным человеком в жизни. Запомнили? Мужчине волевой импульс дает движение. Борьба может быть там, ну любые как бы, ну любая деятельность, что ему нравится. А женщине дает развитие искусства. Девочка, чтобы была влиятельной, красивой, она должна делать то, что ей нравится. Это рисование может быть, это может быть пение, танцы. Конечно, лучше, когда это сопровождается так же с движением, потому что движения не хватает всем в городе. В деревне такой проблемы нет, там есть чем заняться, понимаете. А у нас все как бы делают машины. Стиральная машина, холодильник там и так далее. Моечная машина. Только вот поповытирательную машину пока не придумали еще. А так бы тоже. Девочка, которая не занимается творчеством, она замороженная. Она не может себя чувствовать сильно в отношениях с людьми. А потом выходить замуж тоже тяжело. Ну то есть девочка, которая танцует, поет, рисует, стихи рассказывает, она очень чувствует себя сильно как личность в обществе людей. Она себя показывает, учится красиво себя вести, что-то делать красивое. Она становится сильной как личность. Мужчина сильный, когда он побеждается в движении. Запомнили? Хотите из человека сделать человека, развивайте его с детства. Пускай он получит эту возможность стать развитым, активным. Это то, что я вам рассказал по поводу вчерашней еще темы. Особенности жизни в мегаполисе. Еще есть особенность одна, это бесплодие. Причина бесплодия — это нехватка энергии природы просто. Вот женщине для того, чтобы зачать ребенка, нужна энергия воды и энергия земли. Где она берется? Плюс она берется просто от движения. То есть женщина получает ее сама. Плюс всегда женщине нужно есть больше овощей, которые растут над землей, не под землей, над землей. Любые кабачки, капусты, все эти тыквы. Все это надо есть. Молоко. Молоко способствует зачатию для женщин. Молоко, овощи, которые растут над землей. А также перечисляю следующие продукты, которые вы должны просто запомнить. Это светлая фасоль, белая или серая. Раз. Кукуруза. Два. Потом дальше. Авокадо. Три. Кокос. Четыре. Орехи, такие как кешью и арахис. Сливки. Все овощи, которые растут над землей, запомнили? Плюс вот эти продукты. Все способствуют женскому зачатию. Запомнили? Я надеюсь, меня как бы не обвинят, что население удвоилось после моего приезда. В Узбекистан. И самое главное, запомните такую вещь. Все женщины, которые страдают бесплодие, все до одной, им не хватает энергии природы. То есть у кого-то нужно больше двигаться, кому-то нужно статические упражнения, кому-то нужен пост на воде. Как определить? Примерно вот так. Если девушка полная, и у нее нарушен цикл, она полная, как бы жар во всем теле, то значит ей нужно длительное движение плюс пост на воде. Все, и она хорошо зачнет. Дальше, если она худая, напряженная, тогда длительное напряжение, длительное движение плюс статические упражнения. Если совсем нет месячных, вообще как бы аминорея, совсем нет месячных, то тогда все три вещи надо делать. Длительное движение, пост на воде и статические упражнения. Все заработает однозначно. Я вам точно говорю, вот эти все вот, ой, у тебя такого-то гормона не хватает. Понимаете, врачебное мышление такое. Организм тупой у этой женщины, он вообще ничего не соображает. И поэтому надо ему научить, как бы, то, что ему надо. Понимаете? То есть врачи считают организм женский тупым. А на самом деле он не тупой. Ему просто не хватает энергии для того, чтобы работать нормально. А энергии вырабатывает с помощью аскезы. Побежала, зарядку начала делать, статические упражнения начала делать. То есть есть или йогой надо заниматься, или вес поднимать. Ну, небольшой. Ну, то есть и то, и другое называют статические упражнения. Понимаете? Можно на вес статические упражнения или йогу делать. И то, и другое дают возможность решать эту проблему. Пост на воде не надо заменять ни на какие посты там на фруктах каких-то современных сейчас очень популярны. Самый лучший лечебный пост – это пост на воде. Больше не парьтесь, ничем не занимайтесь. Другими постами – это очень опасно для здоровья. Может так влететь, что вообще без детей останется. Особенно, когда цитрусовые там всякие начинают пить. Вот эти все цитрусовые, они сжигают яйцеклетку, понимаете, если их очень активно употреблять. Запомнили? Еще лучше – это вода. Когда на воде, допустим, женщина рядом с водой находится, еще лучше зачатие происходит. Движение плюс вода тоже. Паститься на воде для зачатия? Максимум два с половиной сутки. Двое с половиной суток – это максимум, и это раз в три недели. Но лучше всего поститься просто полутора суток – это с вечера до утра на воде. Только воду пить, да, и все. Можно полдня поститься, можно с вечера до обеда поститься. Все это способствует зачатию. Вот все эти вещи, которые я вам сказал. Плюс продукты, которые я вам сказал. Теперь мужское бесплодие. То же самое движение тоже. Причем мужчин хорошо помогают также вот эти гири всякие. То есть любое напряжение мужчине вырабатывает семень. Ну то есть движение, гири там, все вот это вот. Потом дальше для мужского бесплодия. Хорошо лечить мужское бесплодие следующим продуктом. Все корнеплоды желательно в сыром виде в салат добавлять. Это корень свеклы, моркови, пастернака там, сельдерея. Вот все корни, какие едят люди. Плюс корень женьшени пить надо каждый день. Он сильно тоже помогает. Золотой корень это женский, понимаете? Золотой корень женщинам помогает, а женьшень помогает мужчинам. Запомнили? Теперь дальше. Мужчинам помогают также следующие продукты. Проросшие зерна пшеницы лечат бесплодие. Проросшие зерна ячменя. Проросшие зерна риса или просто рис есть. Тоже помогает при мужском бесплодии. При мужском бесплодии помогает чечевица. Также проросшая или просто замоченная. И такие орехи, как бразильский орех, орех фундук и миндаль. Самая главная причина мужского бесплодия это перегрев. Как проявляется? Мужчина обычно раздражительный, гневливый. Обычно упахивается и спит, когда перегревается сильно. Ну то есть это значит, что ему нужен бассейн параллельно. То есть плавать в бассейне. Или в ванне лежать теплый по вечерам. И плюс вот эти все вещи, плюс движение обязательно. И плюс вот эти продукты, которые я сказал. Если в течение года вот вы все это делаете и вам не получается у вас зачатие, то будьте уверены, что вместе с нами получится. Это рекламная пауза. У нас есть оздоровительный центр, называется Амрита. Вот там мы делаем следующее. Мы ставим вам семена в уши. То есть семена ставим специально для зачатия. Очень сильно помогает у нас лечение наше с аутизмом, с детскими слабоумием, с всеми видами. С психическими расстройствами и с бесплодием. Вот поэтому, если вы как бы там записались, дистанционно можно лечиться. Не надо приезжать, ничего. Все это индивидуально. Мы все вас тестируем, все высылаем, проверяем. Полгода с вами непосредственно работаем. Постоянно идет обратная связь. Если не помогаем, возвращаем деньги. Ну то есть такое бывает очень редко. В основном люди всем помогают. Все довольны. Но не сразу, потому что это индивидуальное лечение требует времени всегда, чтобы подобрать все правильно. Нужно терпение запастись и пробовать. Но еще раз повторяю, если вы бегать не хотите, не хотите зарядку делать, не хотите питаться правильно, не хотите ничего делать, вам ничего не поможет. И наше лечение тоже. Можете не сомневаться. Мы уже пробовали бесполезно. Человек сам ничего не делает, значит ничего не помогает. Потому что энергия, ну лечение, любое лечение, хоть у нас, хоть не у нас, травами, иголками там вы лечитесь, гомеопат, чем угодно. Это лечение сильно расходует вашу энергию. И поэтому оно всегда перестает помогать в какой-то момент. Потому что, допустим, вы два месяца пролечились, вся энергия в организме истратилась, вы не заряжаетесь с помощью природы, все, лечение перестает помогать. Это классика жанра. Поэтому если вы лечитесь, вы еще больше должны быть на природе, еще больше двигаться, иначе никакое лечение вам не поможет. Это не касается только нашего лечения, любого лечения. Массаж там, что хотите, все равно ваша собственная энергия тратится на ваше здоровье. Просто идет перераспределение этой энергии для того, чтобы улучшить здоровье. А если энергии нет, она берется от природы, никакого лечения не будет. Запомнили? Хорошо. Теперь двигаемся дальше. Я вчера вам говорил о том, что одиночество – это признак социальной слабости. Все одинокие люди не способны любить других людей. Фактически, одиночество означает замкнутость на себе. Человек не способен строить сильные отношения с окружающими людьми. Сильные отношения не означают себя навязывать. Сильные отношения означают дружить, любить, заботиться. Мужчина, чтобы найти себе жену, он должен давать обещания и выполнять их. То есть забота мужская означает ответственность. Если мужчина развивается физически, то есть нужно физически развиваться. Вообще у мужчины есть три основные шага развития. Первый шаг – это движение. Начать бегать или начать в спортзал ходить. Первый шаг. Второй шаг – когда человек двигается, двигается, двигается. Двигается мужчина, в какой-то момент он становится разбуженным, включается, потому что большинство людей, мужчин сейчас, неразбуженные. Как отличить разбуженного мужчину от неразбуженного? Неразбуженный мужчина не может преодолеть свои вредные привычки. Вот если у него есть вредные привычки, значит, он не умеет снимать с себя напряжение и волевой импульс его психически очень слабый в жизни. И это не дает ему возможность быть успешным. Любой успешный мужчина начинает с движения. То есть мужчина начал бегать, там в спортзал ходить, и в какой-то момент он чувствует, что у него есть силы рано вставать, работать над собой, у него настроение улучшается, и курить, пить уже не хочется, потому что мужчина курит, потому что он перенапрягается и пьет, потому что ему не хватает любви. Все. То есть разбуженный мужчина, естественно, сразу приходит к чему следующий второй этап? Он бросает вредные привычки, потому что ему это уже не надо. И на третьем этапе у него появляется творческий импульс внутренний, ему хочется что-то делать, как-то жить, что-то делать ему начинает хотеться. Все. Вот три этапа для включения в работу. Если мужчина пытается и работу найти, но эти три этапа не прошел, это все бесполезно, пустая трата времени. И если мужчина дошел до ответственности, то есть он чувствует себя сильно как личность, он физически развитый, он ответственный, то женщины воспринимают его как красивого, приятного человека. Ну то есть для женщины мужская красота означает всего две вещи. это ответственность и сила. Понимаете, если девушка видит сильный мужчина и ответственный, она чувствует, что он ей нравится. Если он слабый, допустим, не нравится, безответственный, сильный такой, безответственный, давай завтра встретимся пять вечера. Пришла как бы, я пришел, тебе не маха. Женщина пришла, мужчины нет, все, до свидания. Она не будет воспринимать этого человека серьезно, потому что какой смысл с ним связываться, если он пообещал и не сделал. Значит, женщина считает такого мужчину ну, как бы, недоразвитым просто. Вот примерно такой расклад. Что касается одиночества вообще, то следует знать, что все люди в основном в больших городах одинокие. есть кроме того, что человек не имеет семью элементарно, одиночество также возникает и у близких людей, у семейных. Ну, то есть, причина одиночества вот в чем заключается. Ну, то есть, человек, мы сейчас, чтобы вы к одиночеству поняли, что такое одиночество, вы должны понять сначала, что у человека есть ощущение себя как личности или чувство собственно достоинства. Вот это ощущение себя как личности, это такая очень важная психическая структура, которая четко показывает тебя, ты одинокий или нет. Потому что, если оно неправильно работает, человек всегда одинокий. И у этого чувства собственно достоинства есть несколько способов неправильно работать. Мы сейчас их все опишем. Ну, как бы, вы можете геометрически это даже понять, это очень просто. Чувство собственно достоинства находится там, где душа, прямо вот здесь, в центре груди. Душа это маленькая такая искорка вечная, то есть я душа. Не моя душа, как говорят, а я душа. Душа это и есть, вот если я чувствую личностью, это и есть я, то есть я вечный, я душа. Понятно, да? У души есть ощущение себя как личности. Вот допустим, я чувствую себя сильным или слабым, униженным или гордым, депрессивным или суетливым, или просто счастливым. Вот запомните, счастье, слово русское, счастье, означает существование сейчас. Тье переводится с древнерусского, существование, а сейчас, сейчас. Сейчас, тье, означает, чувство собственно достоинства находится в самом центре, и человек, прямо сейчас, вот сейчас, никуда не бежит, что он думает, ой, у меня, Олег Геннадьевич, лекция три часа, у меня там дети, наверное, голодные, муж уже, наверное, ждет меня, что-то я не знаю, три часа лекция целых длится. Ну, то есть, так некоторые думают, это значит, что они не счастье, они находятся где? В будущем. Они бегут, они не могут, как бы, взять и начать слушать лекцию. У них нет сил. Некоторые слушают меня, и такие, да, Олег Геннадьевич, конечно, ты все хорошо говоришь, но у меня особый случай. То есть, человек находится в депрессии, до него не доходит. То есть, смотрите, чувство собственного достоинства может уходить вперед. Это называется суета, или жизнь в будущем. Как это выглядит? Вот, стою на остановке, допустим, вот приедет автобус, тогда буду счастлив. А сейчас притягиваю автобус глазами. Ну, допустим, да, жду. Или я еду на машине домой, жду, когда же я приеду домой. Понимаете, жду. Это называется жить в будущем. Это потом превращается глобально. Это болезнь всех людей в большом городе. Понимаете, я сначала жду, когда приеду, ну, по мелочам, да, а потом я начинаю по максимуму уже ждать. Ну, то есть, вот когда закончу институт, тогда буду счастливым. Закончу. Вот когда поступлю на работу, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Это уже не скоро. Это многие годы. Вот когда детей выращу, тогда буду счастливым. Вот когда дети поступят, вот когда дети выучат, раз, умерла. Будущим человек все время живет. Будущим. И у этих людей, которые живут в будущем, так же и вера, тоже такая же. Люди, которые верят в удачу, вот некоторые говорят, Олег Геннадьевич, вы мне вот так по голове сделаете, все. Мне больше ничего не надо, я знаю, что точно все будет хорошо. Это значит, что люди верят в удачу. То есть сделать ничего не надо. Олег вот так, Олег Геннадьевич фрукт кидает, оп, и все. Ну бывает такое иногда, от вашей веры, допустим, одна женщина мне сказала, Олег Геннадьевич, вы мне апельсином помните, по голове попали? Я плакала. Я потом забеременелась. Такой был у меня случай смешной. Но это ничего не значит. Понятно? Это не значит, что вам сейчас надо у меня яблоко схватить, или этот инжир. И все. Больше ничего не надо. Понимаете? Понятно, обмен между людьми, это хорошо, но важно очень человеку понять, что такое тип веры, что это за тип веры. Человек верит в удачу. Птица счастья завтрашнего дня, прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Завтрашнего дня. Понимаете? Там дальше песни поются. Кто-то станет первым, а не я, кто-то не я, кто-то не я, сложит песню завтрашнего дня. Ну, то есть, результат веры в будущее, какой? Неудача. Тот, кто верит в удачу, становится кем? Неудачником, потому что он живет, когда? Будущим. А если даже и удача пришла к нему в жизнь, то опять все плохо. Почему? Потому что он входит в эйфорию, то есть, он забывается, наконец-то я нашла своего, и все, расслабился, и все. К обеду не жди твой песик. Помните, как Астап Беднер? Вот. И ушел. Почему? Потому что, когда человек верит в удачу, то он, или когда удача приходит, сильно расслабляется, и забывается, или наоборот, когда она не приходит, он постоянно ее ждет, и находится в напряжении сильном, живет в суете, ждет, когда придет удача. Вот когда рабочий день закончится, тогда буду счастлив. Вот когда зарплату выдадут, тогда буду счастлив. Так ты же хоть жди, хоть не жди, все равно рабочий день обязательно закончится, и зарплату обязательно выдадут. Так зачем об этом думать? Вот представьте себе просто, если женщина вынашивает ребенка, и она ждет, когда будут роды, она выкинет его просто. Потому что, когда женщина просто не радуется жизни, когда она носит, а думает о будущем, у нее напрягается матка сразу, потому что она приближает этот момент. часто выкидыш от этого возникает, от суеты, надо расслабиться. Вот курочка, допустим, она, когда, ну, курочка, это женщина, она пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак, ум постоянно суетливый, бегает. Ну, когда она яичко как бы снесла, она И хозяйке даже не надо смотреть там, где яичко, она просто по звуку определяет. Пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак, значит яичко есть. Понимаете, да? Ведь женщина с беременной должна расслабиться, успокоиться, иначе выкидыш будет. Ну, расслабиться не означает сидеть целыми днями, как курица. Надо ходить, двигаться, чтобы ребенок развивался, Рос. Одиночество всегда бывает, когда человек живет в будущем. Есть такая песня. Мы забыли, как береза смотрится в ручей. Эй, куда же вы спешите, эй? Кроме блика аэродрома и шоссейных лент есть над крышей дома медленный рассвет. Есть задумчивые флейты расковых дождей. Эй, куда же вы спешите, эй? Понимаете, человек спешит, ничего не видит. Он не пополняется энергией, потому что он живет в будущем. Теперь человек живет в будущем, он верит в счастье. Дальше счастье не приходит какое-то время, и наступает облом. Облом означает не дождался, не верит уже в счастье, не верит, что в его жизни будет счастье. То есть ждал, не дождался, да? Если человек ничего не ждал, он нормально, он дальше живет спокойно. То есть ожидание – это такой вид расходования. То есть человек расходуется, потом улетает назад. Это называется депрессия. Чувство, собственно, достоинства, когда оно не стоит в центре, человек никогда не бывает ни счастливым, ни успешным, ни красивым, но он всегда бывает только одиноким. Понимаете? Если человек суетится, он никого не видит вокруг себя. Пришел домой жена, смотрит, видит ее и не видит одновременно. Понимаете? Потому что некогда. То есть человек находится в суете, он не находится в настоящем, он не может посмотреть на жену, на свою. Он ее не видит просто. Она говорит, ты меня вообще видишь или нет? Вижу. И пошел дальше. Это суета. Если муж в суете находится, надо на шею бросаться, когда он приходит, и висеть, пока он его не расслабит. Женщина расслабляет мужчину. Висишь на шею, он такой, ну, ну, это, ну, раз. Расслабило все, отпускай. Это значит, что человек находится в настоящем. Счастье означает, что он остановился, увидел город, увидел рассвет, увидел красоту города. Это надо сильно смотреть, глубоко, понимаете? Если ты так, а где рассветы живут? И пошел. Не наполнился, успеха не будет в жизни. Останавливайте себя. Понимаете? Большой город. Чем больше город, тем больше суета. Кто в Москву ездил, знает. В Москву приехал, все больше город. Понимаете? Суета означает общее состояние людей. Если люди все настроены на то, чтобы куда-то бежать, чего-то добиваться, это называется суета, это разрушает человеческую жизнь, делает людей бесплодными, делает людей изношенными. делает людей несчастными, одинокими. Запомните? Теперь классика жанра отношений вот такого большого города. Ну то есть это означает вот эта суета. Анатолий